всем привет снова здравствуйте давайте в этом видео рассмотрим как сделать еще одну кисть это цепь ну цепь в принципе будем делать сразу как кандалы чтобы видео было покороче а цепь уже вы разберетесь как отдельно сделать так жмем тулы жмем ring 3d все это дело вытягиваем жмем edit shift левая кнопка мыши выравниваем или кто-то клавиатура если работает то уже ей выравнивайте с помощью клавиш так переворачиваем правая кнопка мыши жмем make polymesh маскируем вверх половина жмем move и вытягиваем вот так с помощью мова транспоз так смотрим как все у нас установилась снимаем выделение control левая кнопка мыши делаем в геометрии делаем дубликат переключаемся на дубликат и с помощью мов опять же его поднимаем вот так вот так следом заходим в деформацию и с помощью ротации вот так все это дело поворачиваем смотрим зазор чуть-чуть приподнимаем вот так вот и смотрим чтобы она была ровная здесь так отключаем move shift левая кнопка мыши выравниваем заходим с обтулы делаем вот этому с обтулу дубликат переключаемся на него и с помощью move давайте опустим его вниз вот таким вот образом чуть-чуть его подкорректируем это не восьмерка а семерочка так вот такое что-то у нас получилось теперь заходим в аппенд и включаем сферу переключаемся на нее переключимся и опустим ее вниз вот так вот зайдем в геометрии сайс и прибавим ее в размере вот где-то вот так вот и с помощью мог давайте вот так вот чуть-чуть ее тут подкорректируем чтобы получилось вот что-то такое вот чуть-чуть тут еще ее подкорректируем и повыше и поднимем все классно чуть в боку ведем вот такое что-то у нас получается теперь давайте вот эти два саптула объединим жмем merge down и назначаем ctrl w одну полигруппу вот так все это будет выглядеть так теперь делаем вот это вот этому саптулу делаем дубликат переключаемся на него и переключаем его вниз вот так вот сюда теперь добавим давайте самка вот этот цилиндр пустотелый откроем в тулах цилиндр повернем его и зайдем в инициализе в инициализе вот этой inner radius вот этот поставим пустоту вот до таких размеров немножко дивайдов прибавим вот так чуть чуть все это дело подкорректируем и жмем make polymesh заходим на наш канал на наши кандалы заходим в саптулы жмем append и добавляем вот именно вот этот кандал или как он называется клепку эту так с помощью move переключимся на саптул и с помощью move так его поднимем в размерах его увеличивать не будем или немножко даже надо чтобы цепью отличался вот до таких размеров ну и теперь давайте найдем вот этот вот саптул который у нас на сфере нажимаем и с помощью move вот так его приподнимаем в деформации немножко ротации опять же его повернем вот так и с помощью move вот так чуть-чуть от откорректируем смотрим опять же чтобы он здесь нормально подходил и немножко control shift trim rect вот так его обрежем так теперь опять саптулы и вот это вот эту часть вот этот саптул давайте тоже откорректируем вот так вот ну в принципе классная штука получается вот это вот мы теперь опять объединяем вот эти два саптула вот этот и вот этот жмем merge down назначаем одну полигруппу и объединим вот эти два звена жмем опять же merge down и жмем control w вот так все это дело у нас получается разные у нас полигруппы ну в принципе готово теперь мы все это дело объединяем жмем merge down и как всегда заходим в кисти и жмем clear insert mesh жмем новое ну вот у нас что и получилось теперь давайте зайдем в строк и нажмем curve curve mode вот эту и порисуем немножко вот такая штука у нас получилась мы ее можем вот так вот передвигать ставить на нашу на нашего персонажа допустим давайте попробуем ее от сферы немножко порисовать включим сферу приблизим приблизим и вот этой кистью сделаем make polymesh и вот этой кистью так вот порисуем жмем draft size делаем побольше вот такие кандалы у нас получились жмем на на сферу на нашу снимаем curve у нас в курсе вот такие прикольные кандалы Продолжаем. Вот такие получаются у нас прикольные кандалы. Можно использовать на каком-нибудь персонаже. На узнике или еще на ком-нибудь. Все, всем пока, до свидания.